Запись ребенка в детский сад, получение земли под строительство, сдача экзаменов в ВУЗ и капитальный ремонт дома. Эти и многие другие действия невозможны без участия должностных лиц. Задача властей и правоохранительных органов не допустить использования чиновниками своих полномочий в целях личной выгоды. Противодействию коррупции было посвящено сегодняшнее заседание в Доме правительства. В своей божественной комедии Данте помещал взяточников и коррупционеров в восьмой круг ада. В наши дни проблема взяточничества стоит не менее, а то и более остро. Например, довольно часто приходится слышать об аресте тех или иных преподавателей университетов, помогающих деньги за отметки. И студентам, предлагающим взятки, проблем не избежать. В лучшем случае их исключат из учебного заведения. В Чувашском госсо-инверситете принята целевая программа, профилактика продукционных проявлений будет на 12-16 года. Она действует, но уже учебный совет в сентябре рассмотрел вопросы о принятии подобной программы на период до 2020 года. Организованы линии доверия и телефонные доверия. Осознана комиссия в 2015 году по профилактике правонарушений и коррупционных проявлений с участием преподавателей и студенческих молодежных организаций. Бороться с коррупцией в системе образования можно только при участии общественности, поддержал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Щетка, система должна быть выстроена. Если на самом деле где-то какие-то сигналы есть, надо реагировать. Пожалуйста, публичное обсуждение. Есть родительские комитеты, попечительские советы. Когда публично все обсуждается, это легче, чем мы испишем очень много бумаг, а результата не отомнёмся. Власти республики заняли достаточно жёсткую позицию по отношению к коррупции и другим проявлениям чиновничьего произвола и не намерены её менять, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.